Теперь мы подошли к тому моменту, когда нам нужно настроить внешний вид нашего интернет-магазина. Для этого нам нужно перейти в панель «Настроить». Существует два способа перехода в эту панель. Это перейти на сам сайт, то есть наводим на домик и кликаем «Перейти на сайт», а потом наверху будет тут ссылка «Настроить», кликаем по ссылке «Настроить» и загрузится специальная панель. Но есть еще более короткий способ, это наводим курсор на внешний вид и выбираем «Настроить». Загружается панель «Настроить». Смотрите, она сделана так, что с левой стороны отображаются вкладки, в которых мы должны совершить все настройки, а справа отображается текущее состояние внешнего вида нашего интернет-магазина. Итак, как вы видите, от нас требуют произвести некоторую установку и активацию плагина. Кликаем вот по этой кнопке. Вот, пожалуйста. В первую очередь нам нужно установить в качестве главной страницы нашего интернет-магазина. В первую очередь нам необходимо настроить с вами главную страницу, а именно выбрать в качестве главной страницы страницу «Sample Page» или она у вас может называться «Пример страницы» или «Главная страница». Мы ее в самом начале с вами настраивали, мы там выбрали у нее специальный шаблон. В общем, смотрите, что мы делаем. Вот вкладка «Настройка главной страницы». Заходим. Здесь у нас должна быть выбрана статистическая страница. А вот смотрите, у нас все выбрано. Статистическая страница. Мы должны выбрать с вами «Sample Page». Вот она. У вас может быть стоять вот так вот и ваши последние записи. Как угодно. Выбираем «Статистическая страница» и обязательно «Sample Page» или другое название. В зависимости от того, какую страницу вы вначале настраивали в качестве главной. То есть, где мы выбрали в самом начале, мы там выбрали специальный шаблон в режиме редактирования страницы. В общем, выбираете эту страницу «Sample Page». Но обычно она называется либо «Sample Page», либо «Пример страницы». Теперь выходим, возвращаемся назад, вот сюда кликаем и начинаем сверху вниз проходить все периоды настройки. В свойства сайта заходим. Сюда вводим название магазина, оно будет отображаться вот здесь. Если вы хотите не отображать место названия, использовать логотип какой-то, то вот здесь вы его загружаете. И в случае, если вы используете логотип, вам нужно скрыть вот это название и описание. Для скрытия вы убираете галочку с этого чекбокса и название скрывается. Но я буду использовать текстовое название, но причем это название мы сделаем с таким шрифтом. В дальнейшем этот шрифт визуально не будет отличаться от любого логотипа. То есть, фактически клиент будет думать, что он смотрит на логотип, а не на обычное название. Давайте краткое описание удалим вообще. Так, и теперь нам нужно загрузить иконку сайта. Иконка сайта, она отображается во вкладке браузера, где открыт ваш сайт рядом с названием вашего сайта. То есть, наверху во вкладке у браузера есть вкладка, наверху будет там отображаться. А также будет отображаться эта иконка. Она будет отображаться в списке поисковой выдачи, когда клиент будет делать запрос в поисковике, либо Яндекс, либо Гугл. Будет отображаться ваш сайт, то есть ссылка на ваш сайт, и рядом будет эта иконка. Кликаем, выберите иконку. Иконки можете взять на сайте IconBeard. Ссылка на этот сайт будет под видео. Берете, скачиваете эту иконку с разрешением 512 на 512 пикселей и загружаете на свой сайт. Вот это у меня иконка, я ее убираю. Кликайте обрезать или не обрезать, в зависимости от того, какого размера у вас иконка. И все, она установилась. Теперь выходим отсюда. Заходим в эту вкладку Front Page Sections. Здесь нужно настроить, во-первых, наши баннеры. Заходим в баннер. Справа от слайдера будут отображаться несколько рекламных баннеров. Вам нужно их подготовить. Я их подготовил уже. Если вы пользуетесь фотошопом, то в описании под видео будут макеты моих баннеров в формате, в SD формате. То есть в формате фотошопа. Вы просто в фотошопе открываете эти баннеры и можете посмотреть, что я там сделал. Для добавления первого баннера кликаем выбрать изображение. Смотрите, вот у меня их сейчас найду. Вот они у меня, три баннера этих. Во-первых, первый добавляем, кликаем. Смотрите, обязательно делайте баннеры одинаковым разрешением. Вот идеально, как я сделал 1500 на 900 пикселей. И обязательно вы выбираете такие изображения, чтобы человек или какая-то фокусировка была справа, а слева был нормальный фон для того, чтобы можно было вставить нормальный текст, чтобы он не сливался с фоном. Итак, выбираем изображение. Вот видите, добавилось. Вот так я имел в виду, чтобы слева текст, а справа изображение. Второй баннер загружаем. Давайте так. И третий баннер с деловыми костюмами. Теперь эти баннеры должны ввести на определенной категории товаров. То есть на категории платья, на категории шапки со скидкой, на категории деловые костюмы. Нам нужно во второй вкладке открыть вашу консоль. Вот, пожалуйста, у меня во второй вкладке открыта эта консоль. Берем, переходим в товары категории. Вот товары, вот категории. Значит, нас, во-первых, интересует категория платья. Вот платья. Наводим на эту категорию и кликаем перейти. В адресной строке браузера нужно скопировать адрес к этой категории. И нам нужно вставить, возвращаемся в ту вкладку, где мы настраиваем наш сайт. И вставляем вот в это поле ссылку, которую мы скопировали. То есть это ссылка на категорию платья. То же самое делаем с категорией шапки, с баннером шапки и деловые костюмы. Возвращаемся во вкладку, где у нас открыты вот эти категории. Так, давайте я назад вернусь. Шапки. Головные уборы у нас. Перейти. Копируем ссылку. Возвращаемся во вкладку. Вставляем ссылку. Теперь то же самое назад. И деловые костюмы. Ну вот они по факту. Перейти. Все, баннеры мы настроили. Теперь возвращаемся назад. И нам теперь нужно настроить слайдер. Для слайдер. Эта тема уникальна тем, что обычно слайдеры формируются на теме оформления WordPress. Либо в виде записи, либо как ссылка, как бы выгружаются товары из категории. Ну товары, как бы выгружаются товары из каталога. Это не всем нравится. Всех обычно хотят, чтобы просто был слайдер. И самостоятельно можно было определять, куда он должен вести этот слайдер без всяких записей и товаров. Эта тема позволяет это сделать. Так бы, если бы не было этого, не в другой бы теме мы это делали. То нужно было просто установить Smart Slider плагин. Как мы вот устанавливали этот плагин. И так как мы настраивали баннер для Adobe страниц. То же самое нужно было сделать для главной страницы. Но он не всегда корректно становится на главную страницу. Тут такая возможность имеется. Мы можем добавить сколько угодно слайдеров. Для добавления первого слайдера кликаем Add New Slide. Отображается тут первая панель настройки первого слайда. Кликаем по нему. Отображается заголовок. Сейчас я буду подсматривать на сайте образце. Так, первый слайдер. У нас слайд будет ввести на категорию джинсы. В заголовке мы укажем джинсы. Укажем также. Смотрите, мы указываем также описание. Отлично. И нужно выбрать нам изображение. Для выбора изображения кликаем вот по этой кнопке. И находим баннер изображения для первого слайда. Вот оно, это изображение. Теперь мы должны с вами копировать название кнопки подробнее. И эта кнопка будет ввести на нашу категорию джинсы. Поэтому нам во второй вкладке, где мы уже открыты, у нас были категории, мы копировали. Находим категорию джинсы, наводим на нее курсор мыши, кликаем «Перейти». Копируем из адресной строки браузера ссылку на эту категорию. И вставляем вот сюда. Убираем решетку обязательно. Ctrl-V. Все, настройки здесь завершены. Сворачиваем. И давайте добавим еще один слайд. Кликаем сюда. Открываем. Здесь мы также этот скрываем на сайте образце. Смотрим. Куртки. Отлично. Куртки. Здесь вводим название куртки. Сейчас я скопирую. Описание. Теперь нужно загрузить изображение. Вот она. И здесь будет у нас также кнопка «Подробнее». И нужно скопировать у нас ссылку на категорию куртки. На саму родительскую, не на дочерню, а на саму родительскую от куртки. Перейти. Копируем. И вставляем. Итак, для того, чтобы увидеть, как у нас будет виднеться баннер, ну тут вот эта панель как бы демонстрации текущего состояния сайтов по поводу работы, по поводу редактирования слайдов, она чуть запаздывает. Поэтому для того, чтобы посмотреть, как у нас все будет выглядеть, нам нужно кликнуть «Опубликовать», то есть для сохранения изменений, и выйти из этой панели настроить. У нас перебросит сейчас на консоль. Давайте перейдем на сайт. Вот, пожалуйста, баннер работает. Опс. Все четко у нас. Конечно, можно сжить потом черным сделать, но это мы разберемся по ходу. Давайте перейдем. Вот она ссылка, про которую я говорил. Переходим в панель настроить, для того, чтобы продолжить нашу настройку. Мы заходим во Front Page Section, вкладку «Brands», 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 «Brands» настроить. Переходим во вкладку. Я буду копировать сайты образца. Давайте выходим со слайдера «Brands». Заголовок будет «Бренды наших товаров». И описание заголовка, как бы под заголовок «Выбери свой любимый бренд». И нам нужно добавить 5 изображений. Я сейчас спущусь в сайте образца. Я посмотрю «Zara», «Him», «Lacost», «Mango», «Ostin». Все понятно. Нам нужно добавить 5 вот сюда брендов. Давайте здесь открываем первый бренд. Кликаем по этой кнопке для загрузки первого бренда. Это будет «Zara». Вот смотрите. Каждый из этих брендов будет у нас ввести на товары, которые мы создали под конкретными брендами. В этом случае нам помогут метки, про которые я вам рассказывал. То есть по факту в метках я указывал бренды. Поэтому все, что нужно сделать, перейти в наш каталог, в любую категорию. Видите, здесь у нас есть в сайт-баре бренды. Сейчас мы поставили «Zara», и все, что нужно нам сделать, это перейти на «Zara» и скопировать. Видите, отображаются все товары под этим брендом. Теперь нам нужно просто скопировать адрес из адресной строки браузера этой страницы. «Ctrl-C», копируем. И вот сюда вставляем. «Ctrl-V». Сворачиваем. Идем дальше. «Brand 2». Сейчас я посмотрю, какой у нас «Brand 2». «Himlocos». Понятно. Кликаем по кнопке для добавления. Выбираем это изображение. Отлично. Возвращаемся во вкладку, где у нас открыт вот этот каталог. И тут есть «Him». Вот он. Копируем из адресной строки браузера. Возвращаемся назад. И вставляем вот сюда. Теперь третий бренд. Это «Lacost». Нам нужно возвращаемся в эту страну. На вкладку где открыт каталог. «Lacost». Переходим. Копируем адрес страницы. Переходим. Возвращаемся обратно. И вставляем «Lacost». И вставляем «Lacost». Еще раз. «Zarahimlo». «Mango Austin». Все понятно. Так. Четвертый бренд открываем. Подгружаем изображение манго. Ну, то есть баннер. Вот он. «Lacost». 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 Обязательно, да. Обязательно смотрите. Очень важно, чтобы вы подгружали изображение в бренды разрешением 1200 на 600 пикселей. Лучше на белом фоне. Это обязательно. Ну, будет нормально смотреться. Можете и другого разрешения. Но если хотите, чтобы получилось как у меня, то 1200 на 600 пикселей. Возвращаемся во вкладку «Дай открыт каталог». Манго. Копируем адрес. Вставляем адрес. Сворачиваем. И пятый, последний бренд. Добавляем изображение. Нам нужен «Ostin». Добавляем. И здесь возвращаемся во вкладку. Ищем, где тут «Ostin». Вот он «Ostin». Копируем. И сюда вставляем адрес. Все. Сворачиваем. Давайте сохраним изменения. Выйдем. И посмотрим, как цвета будет выглядеть. Вот, пожалуйста. Видите? Все отлично. Давайте возвращаемся в панель «Настроить». И продолжим. «Front Page Section». Заходим снова в эту вкладку. «Бренды мы настроили». Теперь нам нужно зайти во вкладку «Future Category». Тут внизу под слайдером будут отображаться переходы на самые популярные категории. Ну, то есть на те категории, которые вы хотите выделить по-особенному. Я про все, что нужно сделать, это выбрать из каждого раскрывающегося списка по категории. В первую выбираем «Блузки». Далее выбираем «Костюмы», «Юбки», «Джинсы», «Джинсы» и «Платья». Пожалуйста. Смотрите, сейчас пятая категория. Все у нас получилось. Но это мы еще дизайн поднастроим. Выходим из этой подвкладки. И заходим. Теперь вот в этой вкладке мы ничего не настраиваем. Это зона для того, чтобы что-то вставить в эту желтую полоску. Но тогда вот этот баннер будет вообще внизу и будет не очень красиво. Поэтому не советую здесь ничего делать. Теперь нам нужно зайти вот в эту вкладку «Фронт Пейдж Продукт Виджет Аре», чтобы добавить презентацию некоторых товаров. Заходим. Нам нужно сюда добавить виджет. Кликаем «Добавить виджет». Здесь нужно выбрать, мы должны выбрать с вами вот этот «ТФ Продукт». Вообще можете что угодно сюда добавить. И обычный текст, просто через виджет добавить. И любой виджет можете добавить в эту зону главной страницы. Но я буду делать все компактно и по уму. Поэтому мы добавляем «ТФ Продукт». Все, что здесь нужно сделать, это задать заголовок «Акция». То есть здесь будут «Акционные товары». Существует две возможности. Отображать либо «Акционные товары», либо «Самые последние добавленные». Здесь мы «Акция» доводим. Здесь «Л Продукт», здесь «Все товары». Вообще три возможности. Либо «Все товары», либо «Товары», которые ожидаются к поступлению, либо «Акционные товары». Я сейчас выберу «Акционные товары». Нужно выбрать «Он Сейл Продукт». Если мы снимаем галочку с этого чекбокса, то у нас «Акционные товары» будут показаны вот в таком виде, в ряд. Но если мы хотим в виде карусели, то мы должны вот здесь поставить галочку. Сейчас я покажу, что такое карусель. Это кликнем «Поопубликовать» и закроем панель «Настроить». И смотрите, что у нас получилось. Товары теперь мы можем как карусель мотать. Если бы такого не установили с вами карусель, то они просто в ряд вниз бы располагались. Делайте, как вам удобнее. Настроить. Возвращаемся в панель «Настроить». Опять вот в «Фронт Пейдж Секшнон». Заходим вот в эту же панель, в «Продукт». И добавляем следующий виджет, точно такой же. «ТФ Продукт». Но в этот раз вводим «Топ Продаж». «Топ Продаж». «Пятнадцать». Что-то то же самое. Оставляем те же настройки, только в этот раз. Но мы говорим теперь только о том, что мы будем отображать все продукты в карусели. Давайте также сейчас сохраним изменения. И выйдем из панели «Настроить». И посмотрите, у нас отображаются все товары. Ну, то есть все товары, но мы их указали. Сейчас я вам покажу. Переходим обратно в панель «Настроить». Так, возвращаемся в эту вкладку. И в эту подвкладку. «Топ Продаж». Смотрите, мы сказали, что максимум можно в этой карусели указывать 15 последних товаров. Но мы можем указать из 100 и сколько угодно. Ну, указывайте, сколько вам нужно. Я указал просто 15 товаров. Так, все. Теперь сворачиваем тут все. Возвращаемся назад. И переходим вот в эту последнюю вкладку, где мы также настроим презентацию, презентацию как бы категорий через баннеры. Эта секса добавится вот сюда, где оранжевый цвет. Значит, все, что нужно сделать, это добавить в виджет «Изображение». Тут, в общем, все виджеты, которые вы добавляете в ряд, вниз по ряду, они будут в ряд по горизонтали добавляться. Сейчас все покажу. Выбираем «Изображение». Я для этого специально... Сейчас на сайте образцы посмотрю. Понятно. Я для этого специально подготовил изображение. Сейчас все расскажу. Итак, вы добавили виджет «Изображение». Кликайте «Добавить изображение». Выбираете специальный баннер, который вы заранее подготовили в фотошопе или в любом другом фоторедакторе. Я также под видео в описании оставлю ссылку на мои баннеры, то есть также в формате PSD, где вы сможете их скачать и посмотреть в фотошопе, как я делал. Поэтому вот этот баннер разрешением делать обязательно одинаковым. Лучше всего 1200 на 655 пикселей. Выбираем «Добавить к виджету». Этот баннер должен ввести на категорию «Аксессуары». Также во второй вкладке, где у нас открыта категория, где у нас открыт каталог, мы должны выбрать с вами... Давайте перейдем в товар. И вот тут, видите, категория у нас есть. Перейдем в категорию «Аксессуары». Нам нужно скопировать адрес из адресной строки браузера этой категории. Возвращаемся назад, где мы настраиваем сайт и вставляем вот в это поле скопированную ссылку на нашу категорию. Далее все сворачиваем, добавляем второй виджет. Также выбираем изображение. Добавляем изображение, ищем баннер. Вот он, этот баннер. Также возвращаемся во вторую вкладку. Назад возвращаемся. И ищем футболки. Вот она, эта категория. Копируем адрес, возвращаемся назад и вставляем сюда адрес. Сворачиваем. Смотрю на образцы свитшоты и майки пола. Добавляем виджет, изображение. Выбираем изображение. Вот оно, это изображение. Возвращаемся в эту вкладку, возвращаемся здесь назад. Для того, чтобы видны были все категории, свитшоты нам нужны. Вот они, ой, вот они свитшоты. Копируем адрес. Возвращаемся в первую панельку. Вставляем сюда адрес. Скворачиваем этот виджет и добавляем последний виджет. Изображение. Добавить и виджет. И тут нужно мне выбрать правильное. Сейчас я посмотрю, как я там делал. Вот этот баннер. И опять мне нужны майки пола, поэтому возвращаемся назад. И вот сюда переходим. Копируем адрес. Возвращаемся во вкладку, где мы настраиваем наш сайт. Внизу вставляем ссылку. Все отлично. Сворачиваем виджет. Выходим отсюда. И выходим из вкладки Front Page Section. Давайте сохраним изменения. Теперь мы должны зайти во вкладку Header Options. Смотрите. Заходим в первую вкладку Header Type. В общем, если вы хотите. Если вам не нужна вот эта фишка My Account. И вы хотите. И вам не нужен поиск. И вы хотите меню затащить сюда по центру. Но это сомнительная идея. То выбирайте смейл. Я считаю это сомнительным. Поэтому Large у меня установлено. И я ничего менять здесь не буду. Выхожу отсюда. Теперь To Bar Options. Настраиваем верхнюю часть шапки нашего сайта. Здесь вы можете отключить ее. То есть вообще не показывать, не настраивать, без нее быть. То есть вообще без настройки. Либо мы включаем. И сейчас мы ее настроим. Смотрите. Сюда вам нужно ставить e-mail. Потом номер телефона и адрес. Я буду скопировать с сайта образца. Вот этот чекбокс отвечает за включение и отключение вот этой верхней части шапки. То есть вот этой части, куда мы сейчас будем вводить контактные данные. Поэтому я советую оставить вам вот так вот все. И просто начать вставлять контактные данные. Я буду их брать с сайта образца. Отлично. Теперь нам нужно вставить ссылки на соцсети. Тут в чем фишка. Мы добавим с вами несколько соцсетей. Смотрите. Первое. Открываем Facebook. Есть такой сайт. Называется Fond Avisom. Ссылка на него будет в описании. Переходим в иконки. Здесь нужно ввести, допустим, нам нужна иконка ВКонтакте. Здесь на английской раскладке вводим ВК. Видите, появляется вот она иконка. Кликаем на нее. Нужно получить код этой иконки. Вот эта иконка. Вернее, не код. Нам нужна вот эта маркировка. Фа-Ре. Нам нужно, значит, Фа-Ре-ВК. Возвращаемся в настройку нашего сайта. Открываем первую секцию с иконками. И сюда вместо Facebook вставляем Фа-ВК. Сейчас попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Давайте опубликуем и закроем. Пожалуйста, видите, привязалась. Поэтому можете сюда вставлять любые социальные сети. Давайте здесь еще, допустим, Одноклассников. Давайте поищем. Снова в иконке. Давайте вставим. Вот Одноклассники, смотрите, даже есть. Ну-ка, вот такую давайте иконку выбираем. И нам вот Фа-Одноклассники. Переходим вот в эту панель. Здесь мы выбираем. Давайте снова Header Options, Tube Bar Options. Открываем вторую, вторую часть социальных и вторую социальную иконку. И вставляем сюда Фа-Одноклассники. Давайте сразу все иконки поставим, а потом ссылки поделаем. Третью открываем. У нас будет третья. Ну, пусть остается Инстаграм. Да? В четвертую, что мы можем положить. Ну, давайте в четвертую положим Facebook. В иконке. Здесь давайте введем Facebook. Вот она. Давайте копирнем ее. Не копируем, а маркировку забираем. Это я по привычке копировать начал. Копируем. И давайте в настройки. Это получается у нас четвертая иконка. Facebook. И пятое. Пусть YouTube будет. У нас LinkedIn. Давайте на опять-таки этому сайту. Иконки. И давайте YouTube. Копируем название файтера YouTube. Копируем. И сюда вставляем. Теперь нам нужно... Давайте первую иконку откроем, куда мы ссылку вставляли на Facebook. Ну, просто скопируем эту ссылку везде, чтобы особо не заморачиваться. А вы, конечно, вставляете правильные ссылки. Так. Давайте публикуем. И выйдем из панели настроить, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, YouTube. Как вы видите, все отлично работает. Возвращаемся в панель настроить. Давайте возвращаемся опять в Header Option вкладку. Здесь мы toolbar options, посмотрю, все настроили. Ну, тут, видите, внизу кнопка. Можно добавлять и добавлять и добавлять еще в соцсети. Кликаете, добавляется еще одна такая панельечка. Можно их перемещать. Видите? Все великолепно перемещается. Выходим из-за этого их под вкладки. И давайте... Сейчас посмотрю в сайте образце. Вы можете вот здесь в изображении заголовка задать верхнюю шапку для доп. страниц. Внизу, вот тут будет отображаться, типа, в маленьком баннере, название доп. страницы. Тут этот баннер должен быть разрешением 1000 на 250 пикселей. Но я считаю, что без него смотрится красивее, поэтому я здесь загружать ничего не буду. Но вы смотрите сами. Выхожу отсюда. Выхожу еще раз назад. И перехожу теперь во вкладку Layout Option. Здесь настраивается макет страниц. В первой под вкладке мы можем выбрать ширину контента каждой страницы. Можно делать вообще узкую его. Либо можно делать на всю. Но сделаем вот так вот. И тут можете выбрать во всю ширину или в бокс. Это как бы с рамками. То есть, как бы контент будет в боксе с рамками. И по бокам еще будет пространство ничем не заполнено. Но вот так вот я считаю идеально. Сейчас я посмотрю в образце. 134. Давайте вернем на 134. Вот так вот. Отлично. Выходим назад. Здесь дальше блок Layout. Здесь отображается... Если вы будете вести посты, записи, то есть продвигать свой интернет-магазин через посты, то есть писать какие-то статьи, то вы здесь можете выбрать либо без сайтбара. То есть, как мы указывали, помните, в катетологии товаров справа фильтры отображаются. Вернее, в отдельном таком столбце отображаются фильтры. Так вот, эти фильтры отображаются в сайтбаре. Это специальная зона, отведенная для особенных элементов. Сбоку можно его отображать справа или слева. Вот вы можете выбрать справа макет, можете выбрать слева макет или вообще без сайтбара. Я люблю выбирать справа макет. И вот внизу вы можете, допустим, вот смотрите, вот эта настройка отвечает за дату поста, за автора поста, за комментарии к посту и за рубрику поста, то есть категорию или тематику поста. Вы можете с помощью этих глаз поотвечать ненужные параметры. Я здесь ничего трогать не буду. Ну и также контент вот здесь вы можете сделать пошире, поуже его, как вам угодно. То есть, это ширина вашего контента на странице. Давайте выйдем отсюда, перейдем в ShopLayout. Здесь я хочу выбрать, чтобы наш сайтбар был справа. Справа сайтбар в каталоге с товарами и справа сайтбар на странице карточки товара. То есть, у нас два сайтбара важных. Один, который находится в самом каталоге, где у нас фильтры и бренды находятся. И второй сайтбар у нас находится в карточке товара, там где мы отобразили надпись, что с минимальным заказом и с перечислением категории товаров. Все, все поставили мы с правым сайтбаром. Можете поставить с левым сайтбаром или вообще без него. Так, выходим назад. Еще раз назад. Также здесь имеются некоторые вкладки, которые я особо не настраивал. Цвета. Цвет фона, то есть белый. Цвет заголовков, черный. И вот эти цвета, я так понимаю, они больше для блога рассчитаны, но особо они нигде не видны, поэтому я их не настраивал. Поэтому фоновое изображение. Можно вместо белого цвета поставить изображение. Но разные изображения при увеличении длины вашего сайта, но в принципе, если он у вас не будет увеличиваться, то это ничего страшного. Можете поставить изображение. Но они очень сложно подобрать изображение в качестве фона. Если вы решите поставить изображение, то ищите бесшовные изображения. Я знаю плохую практику использования этих изображений в качестве фона на сайтах WordPress, поэтому я никогда их не выставляю. Назад выходим. Теперь нам нужно создать настройку главной страницы. Мы сделали это, мы все настраивали. А, теперь нам нужно еще зайти вот сюда во вкладку WooCommerce. И здесь нам нужно зайти в каталог товаров и выбрать показывать в каталоге товара категории. А в категориях отображать под категории. Вот так вот, чтобы у нас все по полочкам было выстроено. Назад. И все здесь в принципе больше ничего настраивать. Дополнительный стиль мы там на одном из последних уроков вставим код с изменением дизайна. Это мы настраивали, это мы настраивали. С настройкой внешнего вида главной страницы и интернет-магазина в целом мы закончили. И давайте сохраним изменения, кликнув по кнопке опубликовать. Смотрите. Сейчас.